Часть третья. При исполнении долга. Глава первая. Долгий путь. Эпиграф. Долгий путь. Он много крови выпил. О, как мы любили горячо! В веселе с качающимся скрипе и у стен с отбитым кирпичом. Николай Тихонов. Написано в 1942 году. Под Москвой. Было очень много ликований, но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом 28-м бюллетене. Но все-таки наступление, закончившееся для нас успешно, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно, что немцы отогреются по весне, перещелкают на себе в шеи, обновят технику, и потом летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений. А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан. Лекции занимали лишь четыре часа в неделю. Чувствовалось, что моя непрекаянность вызвана какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки. — Мне, — заявил я в особом отделе, — не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор. Чем вызвано недоверие? Или виной тому мой последний арест? Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгарта. Я действительно вышел прямо на Целариуса. — Не понимаю. Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатам. — У вас другие фронты, — ответили мне. Было видно, что моего визита не ожидали, и дальнейший разговор никак не блистал крупицами народной мудрости. Сначала мне ядовито намекнули на мои расхождения с начальством. — Говорят, вы не исправились. — Но я же не ребенок, чтобы, нашалиф, исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня и не вам меня перекраивать. — А вы разве не боитесь противоречить людям, облеченным высокой доверенностью партии и народа? — Я старею. Семьи нет. Дети не сидят по лавкам, ожидая, когда их накормят. Так чего мне бояться? Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга. — Честным? Ведь вы были в немецком плену. При царе это не считалось вселенским позором. Напротив, мученичеством. И бывших в плену награждали орденами. — За что? За трусость? — Простите, — обиделся я. Тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого — Михаилом Тухачевским. И трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен. Это озадачило моих собеседников. — А вас взяли в плен или сдались сами? — Сам. На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки. Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет хозяина не был литографией для всеядного ширпотреба, а был исполнен маслом на холсте, вставленный в золотую раму. Тут рассуждали более откровенно. — Сколько у вас было орденов? — До революции? — Да. — Много. Но в семнадцатом я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же наград имею лишь нагрудный знак «Двадцать лет РКК». — У вас отличные аттестации по службе до революции. — А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эпалет, так, наверное, чего-нибудь стоил. Не так ли? — Хорошо. — Где бы вы хотели теперь быть? Вопрос был поставлен напрямик, и потому он требовал от меня предельно искреннего ответа. Без икивоков. — Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов. Ответ был малоутешительным для меня. — Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Тита. Там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот. Ведь вам уже далеко за шестьдесят. — Но еще не семьдесят же, черт побери, чересчур горячо, — возразил я. Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке, оказывая немалые услуги отечеству. Поверьте, что на здоровье я никогда не жалуюсь. — Хорошо, — закончили разговор. — Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго. Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы, и я даже удивился, когда мне приписали скорый вылет в Тегеран. — Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране? Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лати, где с большим толком воспеты женщины, ароматные, как розы из фагана. — Вот и хорошо, — сказали мне, — сейчас там и нужен такой бабник, кажущийся совсем непригодным для разведки. Конечно, я знал о Персии не только по романам. Иран был перенасыщен агентами Абвера, активность которых вызвала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсии на Каспии и на Кавказе. Тогда же над крышами Тегерана с воем пронеслись неопознанные самолеты, сыпавшие бомбы и зажигалки на жилые кварталы, а немецкое посольство объявило, что налет был произведен советскими бомбардировщиками. В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело, тем более, что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтиаров, которые терпеть не могли бумажных денег, зато Абвер расплачивался с ними чистым золотом. Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей армии в районе Барвенково. Маршал Тимошенко оставил там 480 тысяч человек и всю боевую технику. А в нашей печати стыдливо признавались, что 90 тысяч пропали без вести. Вермахт двигался на Сталинград. Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном беженцами. Город на Волге стонал от рева скота, гоним его на восток. Все были взволнованы самыми мрачными слухами. Мы летели через Астрахань и Баку. Наш дуглас основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником русский в Персии, изданном до революции, и теперь зубрил. Кэндивэ чай дарит? Если у вас чай с сахаром, Берай бэнда лэхафээ тэбистани лазим ест? Прошу дать одеяло. В разведуправлении Москвы меня предупредили, что в январе 1942 года немецкая авиация сбросила над Ираном сотню парашютистов, владеющих восточными языками, чтобы с их помощью оживить работу Абвера на границах с Индией и СССР. Посадка нашего Дугласа в сильно разреженном воздухе Тегерана показалась мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленный авиацией англичан. Здесь же под крыльями самолетов сновали юркие джипы и виллесы с хохочущими и орущими томами. Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь Дугласа пахнуло такой жарищей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю, повторяя понравившуюся мне персидскую поговорку. «Самый вкусный виноград всегда достается шакалу». Английский контроль. Я предъявил документы. Ревизор управления банков СССР. Молодой британский офицер в шортах и без рукавки едва глянул в бумаге, спросив меня по-русски. «Долгая дорога, верно, папаша?» «Долгая, сынок», — ответил я в том же духе. Но эта мимолетная папаша еще раз напомнила мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии Русско-Иранского банка, солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обращений, а теперь, в роли московского ревизора, я имел этот банк лишь прикрытием для своих дел, весьма далеких от развития экономики. Директор банка мог быть вполне уверен, что я не посажу его за растрату. Я входил в подчинение майору Сергею Сергеевичу Туманову, который возглавлял группу советской разведки, жестоко боровшейся с нацистским подпольем в Иране. На выходе с аэродрома Туманов ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламами, циркали витрины фешенебельных магазинов, в нарядной столичной публике царило некое оживление праздности, столь несвойственной москвичам. Среди мотоциклов и автомашин бежали ослики с поклажей, тут же величаво выступали караванные верблюды. «Вас прислали, — начал майор Туманов. — В помощь вам, — опередил я его вопрос. При этом объяснил. Мои задачи просты, хотя и хлопотливы. Я должен установить связь с влиятельными белыми мигрантами, согласными помочь родине в ее трудные дни. Мне следовало наладить контакты из богатой армянской колонии, которая душою всегда была близка армянам нашего Еревана. «Может быть, — сказал я Туманову, — кто-либо из этих людей, сочувствующих нашей стране, сумеет помочь нам?» Туманов, легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве. А вожди племен, живущих в горах, агентов Абвера не выдадут. «Немцы берут их за душу не только золотишком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за освободителей мусульман от британского и русского империализма». Старая песня, известная нам со времен Кайзера. «Но сейчас, когда фюрер жмет на Сталинград, немцы рассчитывают через Кавказ объединить свои армии с армией Роммеля, которая через Каир выйдет в Палестину и Сирию, а потом развернется и далее прямо на Индию». «В каком вызвании?» — вдруг спросил Туманов. «Всего лишь генерал-майор». Машина в его руках рыскнула в сторону. «Простите, — сказал Туманов. Я ведь только майор, а Москва велела принять вас как своего подчиненного». «Все верно. В таком деле, каково наше, чинопочитание излишне. Я охотно исполню все ваши указания». «Благодарю. Вот и «Континенталь», где для вас снят номер с душем и ванной. Не пейте сырой воды. Директора банка легко запомнить. Иосиф Виссарионович Гусаков. Вот вам и мой телефон. В случае каких-либо осложнений, звоните». Иосиф Виссарионович оказался милейшим человеком. «Каковы ваши первые впечатления от Персии?» «О!» — воскликнул я, взваливая на стол разбухший портфель, набитый пачками газет, которые я никогда не читал. «Перло, ти прав. Розы благоуханны, персиянки очаровательны. Лохмотья нищих по-рубинсовски живописны». Итак, с чего мы начнем? Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах. Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени. Знаете, я человек в летах, а тут такие женщины, такие женщины. Где мне, старому петербуржцу, устоять перед ними? Кажется, бедняга поверил, что я опытный ловелас и провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают. В чем-то мне здорово повезло. Под видом важного московского финансиста я установил связи, нужные для группы Туманова. От этих встреч с нужными людьми мне запомнились роскошные рестораны, обнаженные спины женщин, сверкание посуды в руках вышкаленных официантов, надрывные возгласы джазов. А в глыбах тающего льда серебрилась наша каспийская икра и леденели бутылки с превосходным шампанским. Одному эмигранту, который сомневался, стоит ли ему связываться со мною, я сказал на ушко, как самое сокровенное. Не забывайте, что я лично знаком с Иосифом Виссарионовичем и обязательно напомню ему о ваших заслугах. Вскоре я был извещен, что нашей группе удалось перехватить секретный код, которым агентура Абвера связывалась с фон Палином, гитлеровским послом в Стамбуле. Мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во втором отделе Абвера на Тирпецуфер в Берлине. Я был вполне доволен собой, но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось. В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня к стене здания, интуитивно я загородился от них портфелем. Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет, а одна засела во мне. Иосифу Виссарионовичу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Туманова. «Скажите, чтобы Сергей Сергеевич приехал?» «Меня поместили в английский госпиталь». Туманов спросил. «Вы запомнили лицо стрелявшего?» «Кажется, его лицо было русского типа». «Лежите. Самолет в Москву будет вечером». Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов Абвера. Это был эсэсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом мулы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен, и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом, могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обратно домой я летел уже над калмыцкими степями, и в районе Элисты по нашему Дугласу во всю Ивановскую жарили немецкие зенитки. Орден боевого красного знамени мне вручили уже в московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом, благодаря Всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем ненужные мне пачки газет. Если бы не эти газеты, не вирять бы мне ордена, как своих ушей. Субтитры создавал DimaTorzok